Мама, тётя, мама, мама, Шуанер, мама, мама, когда мамы нет рядом, ты должна быть послушной, поняла? Мама, тётя, Шуанер, мама, я не хочу с тобой расставаться, мама, 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 мама. Мама, 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 мам, мама, 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 мама. Мама, мама. Это же платок, который она вышла для тебя. Надеюсь, когда она увидит этот платок, она ничего не сделает, Энер. А что же тогда Шуанер? Сестра перед смертью попросила меня хорошо позаботиться об Энер. Шуанер моя дочь, разве я не переживаю? Но я не могу нарушить своё слово Ты не можешь Моя Шуанер Сколько времени можно это обсуждать? Теперь всё хорошо Всё хорошо Идёмте Любимый Я же дала тебе один день Для того, чтобы ты принял решение Что ты собираешься предпринять? Прекрати! Юан Дюнь Ты в порядке? Любимый, я не раз советовала тебе изучать боевые искусства Чтобы хорошо сражаться с противником Сейчас ты понимаешь, что я права Посмотри на себя Даже оружие не можешь нормально держать Мне достаточно всего лишь взмахнуть руками И вы оба превратитесь в пыль Подойди Думаешь, мы боимся тебя? Как я справилась с этим? Но кто-то другой Чувствует иначе Юан Дюнь Юан Дюнь Любимый Ты так крепко Убнял её на моих глазах Не боишься, что я стану ревновать? Однажды ощутив ревность Я не способна больше испытывать сострадание Уходи с детьми Сань Тун Идёмте со мной Берегись Дядюшка Я задавалась вопросом Кто же ты? А это снова ты Где твой наставник? Его отравили, а он всё ещё передвигается? Поторопитесь Спасите меня Спасите Я умираю Добрые люди, пожалуйста Спасите меня Я встретил разбойников на дороге Они отобрали все мои деньги Спасите Я умираю Сестричка В пустынных землях и лесных чащах Будь осторожна Бывают ловушки Нет, нет, нет Я не вру Я хороший человек Умоляю вас Спасите меня Я... я... Дядя говорил Что спасти человека Лучше, чем построить Семиэтажную пагоду Он же в таком состоянии Я не могу не помочь ему Чен Ин Ты ещё маленькая Ты не сможешь сама снять его Как насчёт этого? Идёмте вместе Хорошо Ребята вас надули Сестрица Вот видишь Ты не был хорошим человеком Прекрати Такая мелкая ловушка Ничего не сможет мне сделать Женщина Я бы посоветовал вам не двигаться Это болото Чем больше вы стараетесь выбраться Тем больше вас затягивает Даже если вы мастер боевых искусств Вы не сможете сбежать Тебя послала та женщина? Женщина? Какая женщина? Меня зовут Янго Я предпочитаю сражаться один на один Я никогда не сотрудничаю с другими Давайте и вот что сделаем Почему бы вам не отдать мне свои деньги? И я посижу в вашей жизни Он настоящий плут Не слушайте его Ты... Ты... Смерть перед тобой А ты всё упорствуешь Как мне тебя наказать? Ох, мой мочевой пузырь Если на то будет воля небес Я позволю тебе испробовать это Что ты делаешь? Закрой глаза Не спеши Я отдам тебе деньги Простите, женщина Я уже обмочился Мерзкий воришка Кондора Заклюйте его Да? Не приближайтесь Нет, нет Прочь, прочь Ты глупая Плешивая чудовище Поймаю тебя И сварю тебя в кипятке Ты всё ещё дерзко себя ведёшь Нападайте Настоящий герой не терпит поражения Я просто убегу Тебе повезёт Если ты быстро бегаешь А если нет Фуэр Ты снова используешь их Чтобы пугать людей? Какая озорница Это не так, дедушка Здесь только что был грабитель Который заманил этих людей в западню Ступай и помоги им Идите сюда Хватайтесь Держимся все вместе Старейшина Благодарим вас за спасение Когда я только что вас спас По твоей внутренней силе Я почувствовал Что ты ученица Великого наставника Иден Как ты оказалась В подобной ситуации? Я наставник Годзин Кэджиньес Острова Цветущих Персиков Это его дочь Го Фу Великий наставник Иден Был нашим спасителем Расскажите Какие у вас проблемы? Мы постараемся вам помочь Это долгая история В нескольких словах Не расскажешь Я задаю себе вопрос Что сейчас с моим мужем И Читой Лу? Мама Как сейчас наш отец? Я хочу к родителям Это женщина Ли Мо Чоу Довольно мерзкая Я должен преподать ей урок Фуэр Дедушка Ступай вперед И посмотри Есть ли здесь место для отдыха Хорошо Неподалёку есть заброшенный дом Хорошо Фуэр Послушай меня Отведи эту госпожу и детей В заброшенный дом Для отдыха Дедушка собирается спасти тех людей После того, как я это сделаю Я снова присоединюсь к вам Нет Я тоже хочу пойти с тобой Послушай меня О них некому позаботиться Как нам тогда поступить? Что, если они встретят каких-нибудь дурных людей? Это будет ужасно Как Фуэр вырастет героем, если ты не можешь помогать другим? Ладно, иди и скорее возвращайся Хорошо Не плачь Мой дедушка отправился туда У вашей семьи больше не будет трудностей Идёмте Идёмте Похоже, здесь кто-то живёт Такое запущенное место Как здесь кто-то может жить? Призрак Это призрак Не пугайся Привидений В мире не существует Это призрак Это привидение Любимый Убей эту женщину И мы сбросим Груз старых обид Начнём сначала Не приближайся Ты не хочешь быть со мной даже под страхом смерти? Хорошо Ты вынудил меня Нет Юан Дзюнь Я умоляю тебя Я умоляю, позволь ему уйти Не умоляй её Я прошу тебя Не упрашивай её Юан Дзюнь Юан Дзюнь Юан Дзюнь Джан Юань Достаточно того, что мне довелось встретить тебя Я буду помнить тебя вечно Я буду помнить тебя вечно Я тоже Юан Дзюнь Юан Дзюнь Разве мы не решили Что проживём жизнь И умрём вместе? Как ты могла умереть раньше меня? Любимый Не называй меня так Ли Мо Чоу Ты не знаешь, что такое любовь Ты совершенно не понимаешь Ты лишь хотела присвоить её Я не позволю твоему желанию осуществиться Любимый Что ты наделал? Теперь ты счастлива? Я заставлю тебя сожалеть об этом Нет Юан Дзюнь Это не я Юан Дзюнь Это не я Юан Дзюнь Мы умрём вместе Любимый Нет 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 Умерли Умерли вместе Вы не спросили меня, согласна я или нет? Я не позволю вам умереть вместе Ай, Юань Ай, Юань Ай, Юань Дьяволица Кто вы? Семь чудаков Дзянаня, Кэджинье Где герой Го? И где воительница? Я и в одиночку справлюсь с тобой Они не нужны Я не собираюсь связываться с людьми с острова цветущих персиков Как ты? Спасите меня Спасите Ай, Юань Спасите Любимый, не говори, что я не знаю, что такое любовь В глубинах преисподней вы двое должно быть одиноки Я отправлю туда ещё несколько человек Дедушка, ты вернулся? Кто этот человек? Сань Тун Сань Тун Отец Сань Тун Отец Сань Тун Отец Герой Кэ, как он? Он был отравлен ледяными иглами Вероятно, он не переживёт сегодняшний день Тебе стоит попрощаться с ним Сань Тун Отец Отец Сань Тун Отец Очнись Отец Сань Тун Отец, очнись Отец Сань Тун Ты очнулся Сань, няне Это моя вина Отец Санян Я скоро умру Нет Ты не умрёшь Не переживай Когда я умру, я смогу увидеть Юань Дзюнь Мне больше не придётся терпеть эту пытку Нет Сань Тун Отец Не умирай Мама, мама Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты хочешь умереть первым? Ты хочешь получить свободу И бросить меня одну страдать в этом мире? Это не так просто Я умру первой и освобожусь Потому что у меня больше нет сил переносить эту пытку Нет Мама, мама, не делай этого Остановись Мама, не поступай так Мама Сань Тун Взгляни Теперь кровь красная Санян Теперь ты в порядке Теперь я свободна Санян Санян Мама Санян Моя глупенькая жена Разве ты должна так страдать? Знаешь ли ты, что из-за этого я буду чувствовать вину до конца своей жизни? Сань Тун Сань Тун Сань Тун Почему все так? Сань Тун Наконец-то ты проливаешь слезы обо мне Я действительно счастлива Санян Мама Мама Санян Откровенно говоря, ледяные иглы замерзшей души не такой уж необыкновенный яд Я слышала, что есть противоядие, которое называют «забудь печали» Его можно найти в десятиле отсюда Это лекарство состоит из красного листа и лазоревого цветка Оно создано для лечения от ледяных игл Я достану его Не волнуйся Я обязательно принесу его тебе Жди меня, я скоро вернусь Удуньчу, Усю Вань, позаботьтесь о вашей матери Хорошо Мама Такого противоядия не существует Зачем тебе лгать ему? Он не будет вечно Ощущать вину Чувствовать себя виноватым до конца жизни Я так Его люблю Усю Вань Мама Удуньчу Мама Старейшина У меня есть просьба Говори Пожалуйста Позаботьтесь о моих сыновьях Их отец безумен Я беспокоюсь Лишь остров цветущих персиков Мама Мама Доверь мне своих детей И не волнуйся Мама 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 Очнись Очнись Приди в себя Мама Очнись Дедушка Где мои дядя и тетя? Я пойду искать маму и папу Мама Сестра Не веди себя так Давай будем хорошо жить Мы должны отомстить за дядю и тетю Сестричка Мама Герой Кэ Лимучоу здесь Чтобы встретиться с вами Я удивлюсь Если у вас нет времени Деволица за дверью Мы попались в эту дьявольскую женскую ловушку Фуэр Присмотри за ними Я с ней разберусь Хорошо Ты поразительная женщина Ты последовала за нами сюда Вы перехваливаете меня Я не собираюсь нарушать правила Как только вы передадите мне в руки двух девочек Я уйду Мечтай 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 Если этот слепой дедушка не сможет победить эту дьяволицу, что мы будем делать? Мне кажется, он не сможет победить. Это потому, что он не может видеть. У меня еще есть кондоры. Слепец и два слабых кондора. Вы думаете, что сможете меня остановить? Посмотри, сестра. Она теряет свои силы. Давай вместе сразимся с ней и отомстим. Нет, сестра. Не выходи. Постойте, девочки. Не делай этого. Сестра. Дочь Лу Джан Юань и Хэй Юань Цюнь, ты заслужила это. Я убью тебя. Я не могу поверить. Он сохранил платок. Неужели он все еще испытывал ко мне чувства? Он разорвал шелковый платок на две части, повязав его обеим. Неужели он просил меня пощадить их? Любимый, если ты знал, что это произойдет, почему ты тогда так поступил? Сестра, кондоры, приведите моих родителей. Сперва я не хотела причинять вам никаких неприятностей, но так как ситуация уже обострилась, вместо того, чтобы ждать, пока они придут, и не доставлять мне хлопот, почему бы мне не убить вас прямо сейчас? Представим это как таинственное происшествие в Дзянху. Что вы думаете? Кто это? Чей это смех? Ты знаешь герой Го, но не слышала его смех. Что за странная шутка? О, это в самом деле герой Го. Я не ожидала, что ты так скоро появишься. Как приятно. Тебя встретят. Так как тебя уже знакомо, мое имя, уходи. Я все забуду и не стану предъявлять обвинения. Если герой Го известен во всей Поднебесной, не стоит прятаться в кустах. Теперь я хочу посмотреть, кто столь безрассудно изображает из себя героя. Сестра, вставай. Как это произошло? С тобой все в порядке? Это я притворялся дедушкой. Какого черта ты все это творишь? Это ты? Да, это я. Вы принесли беду в мой дом. Если бы я не установил несколько видов ловушек, то вам бы не поздоровилось. Но я не думал, что они действительно помогут вам. Скажи, какое вознаграждение ты собираешься мне дать? Ты вор, какое вознаграждение ты хочешь? Взгляни на это, такая большая ловушка. Мне было нелегко ее построить. Ну дай мне 8 или 10 лян. К тому же, посмотри на эту женщину, она такая жестокая и злющая. Если она вновь получит свободу, вы, ребята, покойники. Так что, ты заключаешь хорошую сделку. Ты захватил меня ради сделки? А я согласилась? Если ты согласна, это хорошо. Если нет, то так тому и быть! В сторону! Бежим! Сестра! Идем быстрее! Мерзкий плут. Над чем смеетесь? У тебя еще здесь осталось. Эта маленькая девочка выглядит такой хорошенькой. В будущем мужчины станут ею восхищаться. Почему бы мне не уничтожить ее красоту? Чтобы избавить от жизни полной горе и сожаления. Что за великий герой появился? Простите меня за то, что не поприветствовала. Только безобразные люди желают уничтожить чужую красоту. Ты сама довольно красивая. Я не могла и подумать, что у тебя такие мысли. Как немыслимо и жестоко. А, знаю. Должно быть, тебя бросил мужчина. Будучи не в состоянии заполучить возлюбленного, ты стала такой агрессивной. Смерти ищешь. Желаешь броситься в бой? Ты не женщина вовсе. Неудивительно, что ты не нравишься мужчинам. Позволь мне чуть-чуть тебя накрасить. Давай, подходи. Ты выглядишь намного лучше, но эта одежда тебе не идет. Она немного устаревшего фасона. Поэтому ты не нравишься мужчинам. Позволь мне кое-что изменить. Так уже лучше. Позволь мне кое-что изменить. Отлично. Отлично. Бежим. Бежим. Нет. Помогите. Отец. Ты в порядке? Не волнуйся, когда я рядом, тебе нечего бояться. С вами все в порядке, первый наставник. Где Дзинер? Я переоделась и запретила ему раскрывать, кто я. Брат Дзин. Идем. Дедушка. Первый наставник. Брат Дзин. Вы в порядке? Мама, если бы ты не пришла раньше, эта женщина нас бы покалечила. Не беспокойся, твоя мама уже отомстила за тебя. Я ничего особенного не сделала, только вот немного позже она почувствует сильный кожный зуд. Куда ты меня тащишь? В прошлом ты была добра ко мне и хотела спасти. Поэтому я спас твою жизнь. Жизнь за жизнь. Теперь мы в расчете. Спасибо. Что ты делаешь? Моя кузина по-прежнему с ней. А ты и правда смелая. Разве ты только что не видела эту дьяволицу? Она задушит тебя одной рукой. Твоя кузина, должно быть, стала ее игрушкой. Не плачь, не плачь. Что касается тебя, ты должна нормально жить. Ты должна вырасти и отомстить за них. Ты отравлен ее иглами. Я в порядке. Со мной все будет хорошо, если выпустить немного крови. У тебя есть деньги? Я проголодался. Нет денег, что же делать? Это же моя кузина. Если она меня увидит, я покойник. Не пытайся сбежать. Что ты сделала? Откуда такой сильный зуд? Я ничего не делала. Ты не делала? Я убью тебя. Не убивайте меня. Мой отец говорил, что тетушка Ли хороший человек. Он многое хотел вам сказать, но было уже слишком поздно. И он рассказал мне. Что он сказал? Он сказал, что то, что он вас не любил, это ложь. Он не заслуживал вас. Он говорил, что вы всегда оставались в его сердце. Но когда он видел вас, то ощущал себя неудачником. Моя мама была простой женщиной, с ней все было иначе. Она терпела его вспышки гнева и дурное настроение. Все это правда? Почему так чешется? Хочешь сбежать? Чего? Что она там делает? Что не так? Посмотрите. Хорошо, хорошо. Похоже, это уличная танцовщица, показывающая свое мастерство. Она ловкая. Хорошо, уважаемая публика. Вам стоит заплатить за это представление. Нам нужно кормить нашу семью. Благодарю вас. Благодарю. Спасибо за аплодисменты. Спасибо. 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 Прощай, красавица. Пока. Стой. Красотка, станцуй для нас. Пошли. Она кого-то убила. Поймайте ее. Пойдем. Я до смерти устал. До смерти. Такое большое расстояние. Она наверняка сюда не придет. Но моя кузина... Все в порядке. Она сообразительнее, чем ты. Она точно как-нибудь сбежит. Давай сперва пообедаем. Но она... Что не так? Мешочек оказался дырявый, и все деньги высыпались. Нет, нет, нет. Что же делать? Что же нам тогда делать? Если пойдешь со мной, голодный не останешься. Пойдем. Вытри почище, понял? Да. Вот. Спасибо. Я отойду ненадолго. Я отойду. Просто ешь. Неплохо. Так как? Стоит она 20 льян? Да. Да. Тогда давай деньги. Ты ступай. Занимайся делами. Давай. Ну как, вкусно? Очень. Я же говорил, что ты не умрешь от голода, когда ты со мной. У меня живот прихватил, и я сперва отойду. Ладно. Нет, ты действительно мне так доверяешь. Ты хороший человек. Это верно. Я хороший человек. Но ты должна запомнить. Куда бы ты ни пошла, ты никому не должна безоговорочно верить. Если нет, тогда твоим доверием будут злоупотреблять. Поняла? Янго, Янго. Ты сможешь хорошо питаться в течение всего этого года. Молодец, что позаботился о себе. В благоухающем саду весело. Есть еда и напитки. Если бы я был девчонкой, тоже хотел бы очутиться там. Почему ты чувствуешь угрызение совести, Янго? Она умрет от голода, если пойдет со мной. Прекратите драку. Убей его. Как ты посмел украсть? Ты сумасшедший? Хозяин, что вам угодно. Дайте булочек. Он тот ненормальный мужик. Бей его. Избейте его до смерти. Ты стащил моего цыпленка и поклотил моих людей. Кто я? Кто я? Бейте его. Бейте. Бейте его. Он заслужил. Бейте его. А что он сделал? Этот старик украл цыпленка, чтобы съесть его. Разве он не заслуживает, чтобы его поклотили? Бейте его. Бейте. Посмотрим, осмелишься ли ты снова красть. Бейте. Бейте. Кто я? Кто я? Кто я? Собирался украсть? Бейте его. Бейте. Бейте. Бейте его. Хватит, прекратите. Прекратите. Я заплачу за него. Зачем ты его жалеешь? Мы должны преподать ему урок. Ладно, прекратите бить его. Я всё оплачу. Я всё оплачу. Кто я? Занимайтесь своими делами. Идите. Позвольте сказать вам, в будущем... Кто я? Кто я? Откуда я знаю, кто вы? Отпустите меня. Кто я? Кто я? Взгляни, он внезапно упал. Что происходит? Я не знаю, почему бы нам не посмотреть? Забудь, не наше дело. Негодник. Кто это с ним сделал? Его отравили. Негодник, ты очнулся. А где я? Позволь, расскажу. В твоём теле был яд. Я нейтрализовал его. Благодарю за спасение, старец. Что? Старец? Ты меня старцем назвал? Это совсем не то. Негодник, в тебе совсем нет сыновней почтительности. Ты мой сын. Ты должен называть меня отец. Называть тебя отец? Ты согласился звать меня отцом. Ты мой сын. Разве ты не должен называть меня отцом? Я знаю, с раннего детства ты злился на меня, осуждал за то, что я разрушил твою жизнь, верно? Это моя вина, я изменюсь. Хорошо. Сынуля! Давай так и поступим. С этого дня я начинаю учиться готовить. Что бы ты хотел поесть, я приготовлю для тебя. Хорошо, что бы ты ни сказал, я всё сделаю для тебя. Что за глупая ситуация? Хотя этот стариц и безумен, но он хороший человек. В любом случае, у меня нет родителей. Почему бы мне не признать его, как своего отца? Будем заботиться друг о друге. Отец! 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 Отец!